Укатать в асфальт четную сторону улицы Бардина планируют в два этапа. Первый как раз стартовал на перекрестке с улицы Ленина. Из-за этого здесь сегодня ограничили движение транспорта, автобусы пустили в объезд перекрытого участка. Конечно мы успеем выполнить все работы. Завтра в утро перекресток будет полностью функционировать, полностью открыт. Как только асфальтобетонное покрытие устоится, остынет до нужной температуры, мы с радуга снимем все знаки, откроем полностью движение на нем. После этого рабочие возьмутся за участок от Ленина до Мира. Ранее специалисты привели в порядок нечетную сторону Бардина. Теперь обновленная дорога станет реверсивной, пока специалисты хозяйничают на второй половине улицы. Сместят и автобусные остановки. Вернуть все на свои места должны после завершения работ. Перекрыть дорогу и организовать реверсивное движение планируют на улице Комсомольской. Там уже сняли старый слой асфальта и готовятся к укладке нового. Почему была проработана такая тщательно схема? Обсуждалась она с органами ГИБДД и с нашим транспортным отделом в связи с тем, что на данном участке находится несколько важных объектов. В первую очередь это вокзал, ЖД вокзал и автовокзал. Работы поделят на четыре этапа. Провести их планируют в течение недели. Во вторник с 9 утра попасть на вокзал можно будет только по улице Вологодской. Со среды проезд на ЖД станцию откроют по улице Горького. Все для того, чтобы привести в порядок четную сторону Комсомольской. Ремонт нечетной половины также будет сопровождаться ограничением движения. На четвертом этапе улицу Вологодскую и вовсе сделают двусторонней. На улице Комсомольская работы ведутся не только на проезжей части. Также ремонтируется тротуар. По нечетной стороне будет затронут участок от Столеваров до Горького. Почетные работы ведутся в районе почтамта. Напомним, что все работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Согласно программе, ремонту подлежат восемь улиц. Бардина и Комсомольская – последние в этом списке. Финансирование проводится из федерального бюджета. На реализацию всей программы направлено 212 миллионов рублей. Кирилл Смирнов, Анатолий Холин. Новости.